Иля, поздравляем тебя в победе в турнире Christmas Cup. Скажи, пожалуйста, как тебе игралось в нем? Мне игралось, игралось хорошо. Очень хорошо игралось. Мне тоже понравилось в горке. И, в принципе, играла я, без исключения некоторых, ну, короче, очень хорошо. Организация турнира? Организация турнира тоже очень понравилась. Мы доезжаем быстро, а то, поскольку сейчас без пробок. Рядышком живете? Нет, мы живем далеко, но я быстро добираюсь, потому что сейчас в пробок. Мне так очень хорошо, нам нравится. Скажи, пожалуйста, ты, начиная играть в турнире, нацеливалась на победу? Да, честно, да. То есть ты ожидала, что ты займешь первое место? Я очень хотела, я тренировалась в этом турнире. Очень усилий на победе. И, в принципе, да, я надеялась на то, что ты займешь первое место. Скажи, пожалуйста, а последняя игра с Елизаветой Бус, она была сложной для тебя? Она была сложной для меня, поскольку я играла не очень хорошо, не могу подавать сильную подачу на этот турнир, потому что травма небольшая. Вот, и меня не очень начала играть, я думаю, что у Лизы то же самое. Поэтому мне сегодняшний игрок очень понравился. Ясно. Юль, скажи, пожалуйста, а где ты тренируешься, с кем? Кто твой тренер? С Александром Рощупкиным, переделками. А какой режим тренировок? Режим? Мы три часа тренируемся, потом, как правило, я либо на КП хожу, либо в Гребен. И сколько раз в неделю? Каждый день, кроме воскресенья. А как это совмещается со школой? Я в школу не хожу, я на экстренацию. На экстренацию. Страшно. Юль, скажи, пожалуйста, а какие у тебя дальнейшие турнирные тренировочные планы? Дальше, в дальнейшие я буду готовиться к таргу, которая будет в тарце в январе. Я надеюсь, что я хорошо собираюсь. Ну, Юль, молодец, поздравляем тебя, будем за тобой следить, желаем тебе успеха. Спасибо. Спасибо, пока.